Всем привет! Сегодня хочу рассказать о таком замечательном смартфоне, как Poco X3 GT. Кстати, данный смартфон попал под распродажу 11.11 и будет стоить всего 17 тысяч рублей. Так что переходите по ссылке в описании и добавляйте этот смартфон в корзину. И 11 числа забирай его по очень вкусной цене. Приятного просмотра! Начнем с дизайна. Смартфон получил заднюю пластиковую крышку, которая очень хорошо собирает отпечатки. Но это решение было сделано с целью уменьшить стоимость смартфона. Если надеть чехол, то даже не будет заметен этот минус. Он получил три расцветки. Голубую, как по мне самая симпатичная, белая и серая. Блок камер выглядит стильно и чем-то напоминает Redmi Note 10 Pro. Очень тонкие рамки и глаза для фронтальной камеры посередине. Сканер отпечатка пальца расположен на правом торце. Отсутствует разъем для наушников. Считаю это небольшим минусом. Хотя в основном все используют беспроводные наушники. Тут установлен IPS-экран. Диагональю 6,67 дюймов с разрешением Full HD+. И частотой обновления 120 Гц. Дисплей большой и смотреть контент будет одно удовольствие. Некоторых может смутить IPS-матрица. Так как он проигрывает по некоторым параметрам AMOLED. Тут на любителе. Модель также оснащена новейшей защитой экрана Gorilla Glass Victus. Под прямыми солнечными лучами яркости экрана будет не хватать. Начинка смартфона совсем необычная. Тут установлен процессор Mediatek Dimensity 1100. Работающий на частоте 2,6 ГГц. Он без проблем справляется со всеми требовательными игрушками. И при этом нагрев процессора будет минимальный. Процессор действительно неплохой. Если сравнить его с процессором Redmi Note 11 Pro. Который появился совсем недавно. То по показателям он будет лучше и даже в Antutool он набирает больше баллов. Если его сравнить с флагманским процессором Snapdragon 888. То тут он на 25% будет менее производителен. Напомню, что это бюджетный смартфон. Основная камера имеет 3 модуля. Главный на 64 Мп. Ультраширокий объектив с разрешением 8 Мп. И макрообъектив на 2 Мп. Имеется возможность снимать видео в 4К. Имеется электронная стабилизация. Фотографии получаются очень насыщенными и детализированными. Правильно выдержан баланс белого. Это конечно не Redmi Note 10 Pro со своими 108 Мп. Но он почти дотягивает до его уровня. Фронтальная камера более скромная. В ней всего 16 Мп. Но для селфи это вполне достаточно. Также она пишет видео в Full HD разрешении. По коммуникациям у Poco X3 GT все отлично. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS. Инфракрасный порт для удаленного управления техникой. И NFC. Но отсутствует слот под дополнительную память. Есть возможность вставить 2 микросим-карты. В смартфон установлен аккумулятор 5000 мАч. Поддержка быстрой зарядки 67 Вт. Смартфон с 0 до 100% будет заряжаться менее чем за час. При обычном серфинге в интернете и просмотра видео его будет хватать почти на 2 дня. Но если был бы установлен AMOLED дисплей, то возможно время бы увеличилось в полтора раза. Так как IPS потребляет больше электроэнергии. По итогу мы имеем очень достойный смартфон, который может посоревноваться с небюджетным классом. А именно 11.11 вы сможете его приобрести по очень хорошей цене. Ссылочка в описании под роликом. До новых обзоров. Всем пока.